Приветствую вас! На самом деле, игры это то, что человек делает с самого раннего детства и, в общем-то, всю свою жизнь. Поэтому нужно думать, что игры поголовно все и поголовно у каждого вызывают зависимость. То есть, безусловно, есть люди неустойчивые, безусловно, есть люди, которых легко увлечь, которые легко завлекаются, которые обладают достаточно устойчивым сознанием для того, чтобы разграничивать реальность и виртуальность. В данном случае вы говорите про игры на телефоне, соответственно, это виртуально. Вот. Расслабляют ли игры человека? Да, расслабляют. Очищают ли они голову от ненужных мыслей? Да, очищают. Связано это с тем, что для игры требуется внимание, требуется концентрация внимания и, как правило, полного внимания. То есть, не получится, например, сделать так, да, что вы играете и в это время чем-то еще другим занимаетесь. Такого не бывает. Иначе проиграют. Вот. Значит, как игры человека расслабляют? Во-первых, тем, что есть простая задача, которой надо выпустить. И когда я говорю простая задача, я имею в виду, что она простая в том смысле слова, что по сравнению с все другими задачами, которые стоят перед человеком, задача в игре, да, она простая. И это потому, что человек ее выполняет, и выполняя ее, он видит значимость собственных действий, ему нравится играть. Именно поэтому человек играет. Если мы говорим об играх вообще, если мы не берем какие-то отдельные игры, какие-то конкретные игры, ибо там ситуация немножко иная, там ситуация немножко другая. Поэтому этот момент нужно, я думаю, очень хорошо понимать. Далее, далее. Значит, играют ли в игры люди для, как вот вы говорите, для своего удовольствия? Да, в игры играют для своего удовольствия, игра это является частью досугой. Досугой игры позволяют человеку реализовать те социальные роли, которые он не мог бы реализовать в реальной жизни. Игры – это один из источников азиата, и надо сказать, что это человека стимулирует, это ускоряет кровообращение, что позволяет ощущать в большей степени жизни. Проблема заключается в том, вот вы здесь пишите о том, что это способ переключиться и снять напряжение. Она так странно формулирует. Ага, действительно, на самом деле, человек не странно формулирует. Дело в том, что для нее, для этой женщины, вот то, что она описывает, является тем, что она говорит. Формально и фактически она говорит о том, что чувствует. И потому, формально и фактически, я думаю, что для нее это так и есть. Она не сдается в подробности относительно того, что это переключение внимания или снятие напряжения или что-то еще. У нее есть куча проблем. Она эти проблемы разрешить не может, к сожалению. Ну, вот у нее нет возможности решить свои проблемы. Такое бывает. Она не чувствует, что она достаточно значима. Она чувствует, что у нее только лишь фрустрация. И она хочет о своих проблемах на время забыть. И, как бы, погрузившись в игру, значит, оказаться в другом мире, в котором она была бы значимой. Вот и все. Вот и все, по сути дела. Понимаете? То есть, человек, конечно же, переключает внимание. Это так. Человек, конечно же, снимает напряжение. Это тоже так. За счет деятельности, своей деятельности и за счет тех процессов, о которых я говорил. Но, есть и иная проблема. Дело в том, что ситуация заключается в том, что вот это вот состояние, состояние расслабления, оно очень затягивает. И если человек не решает свои проблемы, то это состояние становится для него, к сожалению, предпочтительнее. То он начинает быть зависимым от игр. По сути дела, речь идет именно о том, что игры превращаются из счастья и досуга в как раз таки образ жизни, в образ действий, в поведение. Интегрируется, интегрируется в поведение более глубоко. И человек уже не может без того, чтобы не играть в игры. И поэтому, да, игры очищает мозг от мысли. Это так. Но это хорошо только в том случае, когда это происходит недолго, немного и, самое главное, не в ущерб основной деятельности человека. Поэтому если женщина говорит, что она перед сном играет в игры, то вполне вероятно, что для нее это такой способ расслабиться, действительно расслабиться. Отчистить голову от тех мыслей, которые имеются у нее в процессе ее существительности и, значит, легче заснуть. Но главное, чтобы она не начала играть в игры на телефоне. Не только перед сном, но и в другое время. Тем самым нанеся вред, опять же, своему образу жизни. Когда говорят, расслабить мозг, это очень такая житейская, бытовая фраза. И человеку, простому обывателю, этого вполне достаточно для того, чтобы описать то состояние, которое он получает в результате игр. Но подразумевает она именно способ переключиться и снять напряжение, отвлечься и, по сути дела, почувствовать себя значимым, поставить себе более легкую задачу, попытаться ее достичь, испытать азарт, а с ней и жизнь. И надо сказать, что у такой женщины, которая играет в игре на телефоне перед сном, есть определенного рода проблемы. Это отсутствие реализованности и некоторые еще, которые мне бы не хотелось сейчас затрагивать, ибо это вообще другой человек не будет. Интересно другое, почему вас это задело, почему вас это заинтересовало, почему вы обратили на это внимание? Настолько все даже задали вопрос на нашем сайте. Может быть вы, играя в игры, испугались, что они как-то вредят. В таком случае я вас сразу верю. Если вы играли в игры ради удовольствия и развлечения, то все для вас останется так, как было. Главное, чтобы это не вредило, еще раз повторю, вашей жизни. Главное, чтобы вы играли, действительно играя, получали от этого удовольствия. Игра, сама игра была вам интересна, чтобы вы получали какой-то новый опыт, чтобы вы чувствовали прогресс, чтобы вы чувствовали какого-то расшития, и чтобы у этого расшития в принципе был конец. Чтобы это не было бесконечно. Чтобы это не было именно процесс, ради процесса. Вот. То, что бояться не стоит. Исключения, пожалуйста, составляют различные онлайные игры, которые являются в принципе бесконечными, но там немножко другое. Там это больше связано с социализацией, больше связано с коммуникациями, и там совсем другие тонкости. Если вам захочется, мы можем об этом с вами поговорить. Ну, отдельно, конечно. Вот. Вот. Пока. На этом, я думаю, всё. Надеюсь, что вам понравился мой ответ и помог вам. Если так, то вы будете благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались мои вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Хорошо. Ага. ам. Игги. Я не видел всё. Продолжение следует...